А мы выехали из Барнаула 27-го, то есть сегодня будет к вечеру ровно один месяц, как мы выехали. Мы сейчас находимся на пароме. Паром это огромный корабль, 200 метров длиной. И тут фуры идут, 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 у него загружают, конца нет. Я взял две, даю тут брошюрки. Балтик, стейс, три ин ван холидай. То есть три балтийские государства, три за один выходной. Вот такой вот. Потом на палубе я более подробно покажу. Это вот где мы ночевали, посмотри как. Когда мы ехали, то есть плыли из Греции в Италию, там было все по-другому. Сидения три подряд, промежутки убираются, и на них люди могли спать. Отдельные каюты, это дороже, там много кают, но там кают было меньше. Мы так и думали, ничего с собой не взяли. А оказалось по-другому, здесь можно только сидеть. И у меня куртушка там, куртка осталась, и пришлось тут зябнуть немножко. Но не так, это холодно, переносимо. Лучше тогда ночью несколько раз пришлось молиться. А потом с Виктором мы пошли на палубе, полностью совершили утреннее правило. Вот потихоньку выходим, люди поднимаются. Интересно, здесь зазвучала русская речь. Уважаемые граждане, там пассажиры, понимаете. Сначала свет чуть загорелся, потом несколько раз еще мигнул. Прошло время, кое-кто потягался, вышли в туалет, а потом полностью загорелся свет. Мы сейчас вот пятимся здесь, выходим. Вот, возьми головной убор. Вот наш брат Николай сидит рядом, подойди сюда, покажи. Он более устроился, между сиденьями расстелил свое, лег и вытянулся. Горь говорит, на выдумку хитрая. Ну и слава богу. Думаем, что нас в Клайпеде уже ждут. Ну, ждут эвакуатор, чтобы вывести. Вот, как оно все устроено. Ну, видно, какой там, вне пол, покажи. Здесь и там. Это все намертво закрепленное. Закрывай тут. Вот. Открой здесь. Рядом выходишь, только туалет. Мужской, рядом женский. Мужской как устроен? Вот, заходишь здесь. Написано, make me smile. То есть, улыбнись мне. Что? Open here. Внизу. Открой здесь. По-английски. Умывальница. Вот здесь два очка туалета. Там, вот эту, потяни бумажку. Вот, вот этот туалет, бумажка, пожалуйста. Так вот. Вот здесь уже светло. Здесь два очка на туалете. Выходим. Вот такой пол. А это женский туалет такой. Вот exit. Exit везде написано. Это выход. Выход. Человек бежит. Куда бежать? Каюта это какая? 5098. Вот, сейчас мы увидим. Это пятая палуба. Пятая. А сколько их? Семь палуб. Вот такая высота. Вот я руку поднимаю и достаю. Это около двух метров. Вот. Номер 5100. Отдельные каюты. Есть множественные. Вот. Режистратора. Вот здесь где регистрация. Так, пойдем-ка сюда дальше. Вот. Вот теперь мы выходим уже в общий коридор. Exit. И вот показываем. Вот оно, Балтийское. Это Рижский пролив. Ну, с Балтика. Он уже берег видно. Ночью интересно смотреть. Вот я хотел сказать, это журнал такой, русский дом. И там показывает, как образец священник Федор Конюхов собирается в новое путешествие. Рядом ребятишки стоят. Он стоит такой косматый. Как чем-то похож на Распутина, мне сразу сказали. Вот. Вот это как герой нашего времени. А спросите, какой герой? Ну, представьте себе. Вот один вон там на горизонте где-то. Он в море болтыхается. Один. Ни для кого нет. Это не день. Мы-то только 14 часов. А это месяцами он болтается. Из года в год. То есть никакой цели жизни нет. Этого нигде ничего нет. Какая разница? Море, суша передвигается. Просто из города в город слоняется. Из волны на волну. И священник тем более. Завелся священником. Как пастырь. Никого нигде нет. Одни рыбы. Может быть дельфины. Да, он знает море. Да, действительно. Это человек сильный. Но кому это все нужно? Человек создан для любви. Для служения Богу. Для того, чтобы другим воздействить о любви Божьей. Кому он воздействует за эти месяцы? Если он где-то пристал в незнакомом городе, про дальше уже мы можем говорить. Никому ты ничего не расскажешь. Это нам Господь чудно так все это устроил. Вот посмотрите парусники. Даже маленькие уменьшить. Это похоже уже на Федора Конихова. Пройдем дальше маленечко. Вот посмотри здесь какие номера. Это каюты. Сколько сидений там. 6074. Понимаете, какая? Какие поры еще держать все. Посмотри подробно, чтобы люди некоторые не видели. Дальше парусники. Какие? Вот люди уже выходят сейчас. Будут смотреть. Мы дальше не пойдем далеко. А снова показывай. Как там? Вон, видать, горы. Горы видать. Отойдем к Лайпеде. В Клайпеде когда-то наш... Вон, от сюда подойди-ка. Посмотри, там корабли стоят. Вон в море. Вон сколько их стоит. Поприблизить можно. На палубу выйти. Там ветер, там холодный. Но здесь лучше и лучше слышно. Вон спасательные шлюпки вверху. Вот Титаника вспоминайте. Под нами глубина. Море широкое и пространное. Вот тут ночью выходил я. Брата Виктора потом разбудил. Вторично совершили правило. Симон говорит, а я ночью раньше еще молился. Вот. Пойдем посмотрим на ту сторону. А вот карта. Смотри. Вот как... Это очень хорошо здесь видно. Сейчас я покажу подробно. Вот. Копенгаген, Дания. Мы тут прошли из Германии. Копенгаген. Очень хорошо нас приняли. Мы там все засняли. Книги дали. Даже до королевской библиотеки дошли. Ну, а дальше мы направились в Осло. Копенгаген, это Дания. Вот Осло. Вот. Вверху где? Это... Столица Норвегии. Норвегии, столица. Вот написано там 610 километров. Большие расстояния-то. Только мы вышли, у нас здесь машина сломалась. Думали, насос топливный. Николай долго возился. Который шины накачивает. Ну, прибор-то. Он как-то его сделал. Была запасная камера. Он у нее этот... Сосок отрезал, насадил. И куда он посадил его-то в бак, куда-то горючий, чтобы дать давление-то. И второй аккумулятор от него сделали. Я сидел там, нажимал что-то. Но не помогло. И, наконец, полностью заглох. Мы могли заглохнуть в Осло. А мы могли заглохнуть, когда шли в горах серпантином и на подъеме где-то. Но Господь в щадящем режиме нас останавливает. Это от Бога все. Мы благодарны нашему Господу. Это Христос нас так провел. И вот мы здесь остановились. И еще стоим-то где там вокруг. Ну, я уже смотрю, лес какой березы, даже осинки, хорошие сосны. Ну, природа прям как в Потеряевке. То есть, в Алтайском крае очень сильно похоже. И вот теперь, вот от Копенгагена, где-то воздействие, когда мы отошли, чуть-чуть отошли. Вот, надо было перевозить сюда. Тут мы прошли тоже сколько-то километров. А потом ночевали. И, главное, встали. Это прям от движения. Одна идет сюда машина, другая другая. Всего лишь только не две полосы, а одна полоса. Движение. Да. И вот в этом-то еще заключалось то, что мы не можем съехать. Кювет мы наполовину заняли. А фуры несутся во всех направлениях. Ночь. Никто не останавливается. Ну, кто такие? Стоят там какие-то бородатые дядьки среди пустынного места. Ничего не сделаешь-то. Я вижу, ничего нет. Я залег спать. Теперь мы стали хоть не на пути у машин, которые ночью могли нас не заметить, и говорится, в лепешку размолотить. Ну, а уже утром стали внизу, увидели там домик есть. К этому домику мы прошли. И это все убого вымерено было. Что мы могли раньше... Он мог бы это и там не быть. Он собирался куда-то... То ли у него это дача или что такое-то. И он уже в машину садится буквально. И мы поговорили. Он, слушайте, не понимает. По-английски-то не понимает. Ну, а он понимает, оказывается. У него в ухо вставлен был там аппарат. И он тогда это понял. Давай вызывать полицию. Что он говорит, тоже непонятно. Но написал СУН, это значит, скоро прибудут. Это поняли мы. Но мы пошли, ждали, ждали. И приехала сначала какая-то машина, развернулась возле нас, посмотрела номера и уехала. А потом подъехала полиция. Первым делом полиция проверила наши паспорта. Мы показали, кто мы такие. Что мы едем по разным государствам, по столицам мира, в национальные библиотеки. Дарим свои 38 книг, о чем оно есть. И тут уже подробно они так посмотрели. Видимо, один неплохо понимает по-английски. Полицейский-то. Ну, эти не согласились с нами фотографировать. А другие фотографировались. Там у нас снимки будут интересные. Это второй раз, когда мы остановились. Здесь зачихала машина, вызвал кто-то милицию, полицию, что мы стоим. А уж когда мы мертво стали, ночевали, и при том безнадежно стоим. Никого нигде нету. Пустынное место. День, два, три, год. Хоть сколько стоит, и никому не нужно. Не сдвинуться нельзя с места. Она идет кверху, книзу. Вот так место не гористое, а просто как холмистое. Но полицейские побыли, долго разговаривали, и говорят, вы можете заплатить сколько-то? 200 евро, вас назад отвезут на 20 километров там. Зачем назад? Нам вперед надо. Вперед надо куда-то подбиваться. А до Атосла, мы думали, в Атосла придем, а от Атосла идти надо в Стокгольм. А Стокгольм, это Швеция столица. Это тоже там километров 500. А мы-то вот где стоим-то. Когда прошли Копенгаген, вот мы где-то здесь вот стоим. И вот он начинает вызывать. Да, говорит, вперед есть за 30 километров, 30-40 километров. Но это уже будет стоить 350 евро. Вы заплатите, у вас есть деньги? Он все это по-английски вызнает. А тогда я вызываю оттуда. Мы говорим, ну что делать-то? У нас на бензин только деньги остались. А нас гладили-гладили в дороге. Везде взыскивают, взыскивают, взыскивают. А у нас только по 2000 евро на каждого. Это нам достаточно было. И больше у нас ничего нет. Но дорогой батюшка наш, отец Аким, у Плотникова там, в Греции, 500. Говорит, дайте им евро-то. Я потом приедете, они наши потеряевские. Я отдам-то. И в Германии, когда были, тут помощь поступила. Я дал свои 200 на ремонт евро. А она их обратно, ну и 200 истратили. Как бы я на 200 лишился. Но при отъезде там Катерина и ее дочь вместе мне сунули, что-то я не посмотрел. Смотрю, 500 евро. Вот у нас эта поддержка сгладила как-то. Потому что иначе мы просто, даже на бензин бы у нас не было. И вот эвакуатор. Говорит, ждите час. Ну, правда, час 40 прошел. Приезжает эвакуатор. Он нас не трогает. Сначала деньги. Ну и правильно, а кто мы такие? И теперь он привезет не 30, а почти километров 40. Ну и привез на одну стоянку, где ремонтируют. Это, видать, сервис у них. Там то ли мест не было, то ли чего. А мы вверху стоим. Он затягивает. Мы все сфотографировали это. Там мы сидим. С нами собака, машина, все. Но мы еще не знаем, какая беда с машиной. Думали, топливный насос. Может, какой-то поставят. Но это другая страна. Никто для «Газели» не имеет. И все это диагностика покажет. Он снова нас разворачивает с этой сервисной площадки и повез на другую. На другую-то привез. Ну и все. Он разгружает. Деньги в руки. До свидания. Мы поехали. А он-то поехал. А мы-то остались. Что у нас? И вот здесь чудо за чудом Бог делает. Самое главное путешествие – это туалет. Ну, не считая, что сама машина. Если ты просто без всего, все равно туалет. Я могу без еды. Могу где-то ягодку сорвать. На пицце. Могу где-то прислониться. На газету лечь, как в Индии. Но без туалета еще нет. Нигде. А город. Один асфальт. Еще нет. А кроме того, у нас собака вывести надо. А тут оказалась большая выгулочная площадка для собаки. Постриженная. И нас видят. Ну, мы везде совершаем крестное знамение. И вот выходит мужчина один высокого роста. Швеция. Это все Швеция. И он, ну, лицо просто открытое такое, открытое, чистое лицо. Ну, лет ему может быть 25-30. Он попал или не попал у нас где-то на снимке-то. Я спрашиваю, туалет где? А он показывает туда. Я слово один напомнил, что один. А он говорит, обет у них. Я тогда понял, что это глагол и существительный. Я уж все забыл. Если бы это было 50-го года назад, я бы и спрашивать не стал. Я бы все это нашел. Я разговаривал с англичанами, часами беседовал с ними. А тут ничего нет. У меня в голове выветрилось. А в это время брат Виктор подошел и говорит, мы разговариваем с механикой. Механики никак не поймут, долго ли вы чихали на этом автомобиле. Когда Мастор стал глохнуть, чихать. Сколько времени-то прошло? Ну, сколько там. Километров 40 проехали. Разговор не ладится. Он диагностирует, а не может нам добиться ответа. Русские-то люди ездят или нет. Наконец, этот же человек, он сам вызванивает и говорит, тут русские есть. Русская миссия какая-то. Кто они такие? Что за миссия? Ну, как правило, какие-то сектанты бывают, эговисты. Да нам хоть кто-лишь бы помогли. И вдруг приезжает на велосипеда женщина. Оказалось, ее Людмила звать. Мы ее найдем потом. Телефон у нас есть ее. Подождите минуточку одну. Вот человек добрый, доброе утро. Тоже вчера подсказал. Тут сколько людей, у Бога добрых людей, море. Море. И дочка ее, Надежда звать. Я говорю, у меня Надежда жена, у брата жена Людмила. Так сошлось. Это тоже как, чтобы не забывали кто-то. И вот они начали дальше советы давать. Советы какие? В первую очередь деньги. Как бы это были рубли, то с рублями мы бы как-то еще разобрались. Тем более, о наших неприятностях мы уже сообщили и спрашивают, куда перевезти. У нас карточка есть. Это можно было бы. Там сразу же в России у нас один есть парализованный лежит. Я о нем немножко скажу. Ему 21 год было. И они купались. Он нырнул и головой ударился об ревно. Сергей Козлов. Воронеж. Ну, представьте, там 21 год парень. А он метр девяносто роста у него там такой. И он под воду ушел. А эти гуляют тут на берегу-то. И никто не знал. И он там под водой 15 минут был. Хотя через 6 минут мозг отмирает у человека. Ну, и потом, видимо, всплыл. Он его вытащили. А он мертвый. Ну, и положили еще. Умер. И кто-то, молодые там были, говорят, искусственное дыхание делать надо. Ну, дай делать-то. А у него 7 позвонков разлетелось в дребезги. 7. И этими позвонками ему перерезали весь нервный столб, когда делали это. И он вот сейчас 12 лет лежит полностью парализованный. Но у него движение, а плечевой сустав движется, вот правый-то. И он иконы пишет. По иконописи в интернете он на первом месте стоит по спросу, по популярности. И он работает только ночью. И он сразу от нас получил это свидетельство и объявил там, но еще не до этого, а раньше немножко. И говорит, уже 8 человек откликнулись помочь. А там разговор пошел уже что? Купить новую машину, иномарку. Ну, такое путешествие. А мы были в Лиссабоне, Португалии. Прошли Турцию нынче, Грецию, Италию. Папе, Франциску Венедикту подарили книги. То есть, путь наш идет как намечен. Но мы кое-что... Машина немножко не ладилась уже впереди. Почему мы путь Бельгия-Нидерланды прервали и повернули в Германию. Это раньше еще было. Тут мы вторично прервали намеченный маршрут и повернули вот так. И теперь эти люди советуют, что делать? Поставить на площадку. Площадка только платная. В Швеции очень и очень дорогие. И самые, видимо, дорогие, как и во Франции. Ну, может, дороже услуги. На площадке. Ну, я говорю, ну и что на площадке? Ну, на площадке тогда мы там где-то в машине можем жить. Но площадку каждый день надо платить. Ну, стоянка для машин. То есть, говорить не надо что. И в Россию заказывать там мотор или что-то в моторе. А эти посмотрели на диагностики-то, когда с нашими перевозчиками-то и поставили руки. Говорит, нет, это мотор. Там ни подкачки, ничего нет. И как дыра какая в моторе. Ну, это техника. А наши-то меня жмут. Это вот вы на такой машине. Надо было зарубежно. Эту-то купили-то за неполное 700 тысяч. И одну третью денег собрали. А две третьих я вложил. Я в долги в лес. Ну, что скрывать-то? Это все на мне лежит. И снабжение до копейки все на мне лежит. До копейки. И в евро, и на карточку что положили. Я должен был где-то... Так это третий год я этим занимаюсь. Только в дальние путешествия. Не считая, сколько лет в ближние. И полностью брал... Ну, только на мне лежит финансирование. Где-то я хожу, выпрашиваю своя минимальная пенсия. Ничего тут нет. Мы будем там жить сколько? Ну, сколько? Месяц-два. Там придет какой-то мотор. Так мы еще до конца мотор не разобрали. А там разбирать. С него сливать где-то надо. Но тут оказались два армянина рядом. Каро один назвался. Карен тоже они в снимки попали у нас. Ну, курят оба. Нам не до этого уже сейчас. Курят это. И он говорит. Я мог бы взять вас. И у меня площадка бесплатная как бы. Можно. Это вообще был выход. Бесплатно? Ну, это... Значит, мы живем тут месяц-два-три. Нам пришлют или не пришлют. Ну, старались бы сделать. И вдруг... А так кто? Надежда сказала? Выход такой есть. Вам сейчас нужно... Как называется это? Где? Куда нас, чтобы... До 150 километров... Карлсхам. Вот. Вот оно куда. Это 150 километров. Это вызвать. Но это, конечно, стоит деньги. Сколько мы заплатили за это? 680? Ну, там часть кронами. Отчасти... Ну, они дали кроны наши деньги. Тут еще что? Деньги. А помогли. Они на рубли. Они в Россию идут. На кроны шведские. И кронами они... А я ей дал в руки эти деньги, чтобы она сама дала. Это все-таки кто перевозит, он знает, что мы не брошены. И с нами как попало не поступишь. Я еще к людям-то отношусь как к русским. На пути могут изменить там свои условия. Но тут говорят, нет, так не делают. Ну, кто его знает? Человек есть человек. И она дает ему, он понимает, что рассчитывается. Женщина, понимающая. И тут швед ее, видимо, муж стоит. И они рассчитались. И остались у нас запасные немножко. Сколько я ей дал-то? 37, что ли, тысяч. 37 тысяч рублями. Ну, а когда он довез нас, вот до Карлсхама, здесь нас садил, это 150 километров еще провез. И там, которые провезли, это уже больше 1000 евро мы отдали. Только за расстояние в 200 километров. Ясно, что до Стокгольма там 500 километров, тут уже 505 километров не доехать. А у нас дальше в Финляндии, Хельсинки. Там отец игумен Никита ждет. А для нас 28 числа, сегодня у нас только 26, оплачено 387 евро полностью поездка. Как все описано, и как они нас встречают в Турку. А из Турку они там везут нас в Хельсинки, там встречи с людьми. И вот что интересно, где были заранее определены встречи с людьми, где людей уже собирают и прочее. Это было только у нас в Лондоне назначено. И здесь. Там Сесенец Андрей старался, он был пастор, или есть пастор у баптистов. И там вызов нам взял, но нас тормознули там. И здесь точно так же. И встреча по заранее условленному уже маршруту, где с кем встречаться, отмененная и в Лондоне, и в Хельсинки. Вот что удивительно. А где не было точно назначено с людьми, такие как в Греции, Афинах, в Германии, во Франции, где у нас встречи были, где мы жили, где могли помыться, искупаться. Это там состоялось. То в этом тоже что-то есть. То есть наши планы, они не входят в планы Божьи. Мои мысли не ваши мысли. Пути мои не ваши пути. Исаи, 55-ю главу встречи, 55-ю главу. И она советует, это Надежда. Вот вам надо Карлс Хам, а у вас деньги есть, говорит? Я думаю, что они бы даже и заняли. Мы говорим, ладно, 480, кажется, евро здесь. Часть мы заплатим кронами, остальное этим. В Клайпедах. Клайпеда это уже очень близко. Тут можно даже рубли обменять будет на евро. И там, может быть, и машины есть, и в сервисе могут машины. Но от Клайпеды вы можете попасть в Калининград. Это территория России. Там вполне это будет. А в Калининграде у нас знакомый только один. Один, который уже помогал. Вон, смотри, маленько отойдем сюда. Я буду говорить, чтобы видно было. Уже мол начинается. Мы уже подъезжаем совсем к берегу. Это Клайпеда. В Клайпеде когда-то наш корабль, Черноморский, стоял на ремонте. Вот, видишь, как приближают. Вон, какие рогульки. Это волны разбиваются. Это совет надежды мы и приняли. Нам нужно любыми путями прибираться туда, где ближе найдут запасные части где-то. И вот мы сейчас, сегодня, 26 июня, приближаемся к Клайпеде. Теперь связываемся. Телефон у меня был. Этого. Булкина. Вот. А место, где он живет, дом, улица, ничего не знаем. И вот мы связываемся с ним. А его нету здесь. Он гуляет. Уехал. Очень хороший человек. Он ставку нынче организовал в Витебской области. Тысячу километров ездил туда, приготовил, вернулся, сообщил, куда мы груз. 3800 килограмм контейнера отправили с книгами. Вот. И он в Испании. Но он сразу взялся за дело. Мы все данные узнали, где он. Что данные передали Алексею этому Козлову из Воронежа парализованному. Тот теперь взялся. И вот он теперь думает, как нам здесь ремонтировать, здесь на стоянку, находить здесь. или нас опять волоком, и опять за евро, и опять 500 и больше, утащить в Калининград. Мы не можем этого знать. Он оттуда решает. Из Испании. Сейчас в Калининграде. Он решает. И теперь нанимает эвакуатор оттуда. Видимо, знакомого нашел. Нас сейчас затащили за 100 евро. Мы уже стояли около корабля, чтобы затащить. Мы могли договориться бесплатно. Это даже в кассе сказало. Но машина наша тяжелая. И мы подумали, ну, представьте, садитесь, и вдруг ни одна машина нет. Да кому мы нужны-то? Каждый старается скорее здесь. Но, получится, затащили. Узнали собаку. Решили говорить. Не говорили. Собаку нигде не высчитывали. Вроде бы что-то было. В Греции только. Высчитали. И высчитали крепко. Я вижу стаи уток летят. Тут чайки. О, утки полетели. В то окно можно было даже показать. Там корабли стоят. Мы уже вплотную подходим. Здесь утонуть вроде не должны дать. Вот. Прошла ночь. Собака наша привязанная, притянутая за горло. Вот такой у нее ошейничек всего. В дальнем конце купе моем. И он один. Я вчера не давал ему есть, пить. Не помрет. Я до этого ему и своей. Что мне придержали там. Рыбу, хариус там разное. Вот я ему все скармал. Блестит аж весь. Выходили многократно с ним на прогулки. А попутно хочу сказать. И тут тоже я старался его измучить. Вчера покупать и приготовить к этому испытанию. Я говорю, ты не постился? А сейчас пост Петров. Да попастись. Он все это глядит. То ли понимает, то ли не понимает. Но постится. Ну и вот. Теперь здесь уже эвакуатор ждет. Нас тащат. Если Господь позволит нормально. И эти километры. Ну сколько там. 500-600 евро. Тут уж раскошеливаются. Тут что-то нам помогут. И адрес уже известный. Где быть. Это Калининград. Указан какая улица колхозная. И вот. И кто-то там будет ждать нас на эвакуатор. И опять нас повезут. Уже на территорию России. И если только все благополучно будет. Тут предупредили. Хотя у нас виза. Мультивиза. Мы можем неоднократно выезжать. Заезжать. Но вчера почему-то здесь один русский. В регистратуре. Вот как раз в этом месте. Вот в этом стоит регистратура. Он нас предупреждает. Что вы должны где-то еще дальше продлять ее. Хотя нам зачем продлять. Мы имеем 30-дневную визу. И 4 июня. Это июля. 4 июля. В 24.00 только она заканчивается. Ну мы. Если машина сломалась. Ну не будут же они нас убивать-то здесь. Тем более транзитом. Все равно обратно запустят. В Литву. И чтобы нам уехать. Но у меня еще. В прошлом году не получилось. Я обратился. По Евангелию сознательно. Во Христа уверовал. В городе Венсполсе. Латвия. Это 190 километров от Риги. Портовый город. И это моя жизнь изменилась. 27 сентября 1962 года. В 17.00. Я был моряк здесь. И сошел на берег. В это время учился в высшем мореходном училище. Рижском. Ну и я уже рассказывал. Как меня Бог нашел. Что я любил. Любил бабушек. Она несла сумки. Я помогал ей. И на этом у меня Господь поймал. Я много занимался языками. В то время я семью языками занимался испанским. Что не надо. Может мне надо. Просто я любил. С немцами разговаривал. Моряк. И я все уже забыл. Ничего нет. Но тогда меня спросил. Где тут верующая. Она показала. Зашел. А я уже по-латышски разговаривал. И оказалось не понимаю речи. А там все верующие. Другие слова. Блаженные. Нищие духом. Я и в русском языке не слыхал. Но меня там пригласил один Михаил Александрович Еремеев к себе. Карла Розенберга. 18-4. Город Венсполс. И я там в этот вечер покаялся. И получил от Бога истинное. Подлинное рождение свыше. Моя жизнь изменилась. От смерти в жизнь. И дал мне мгновенно Бог понимание того, что я 52 года отнесу. Я тут же только на корабле сразу стал свидетельствовать о Боге. Это вот если только все наладится. В прошлом году хотели поехать. Но главное, что в Калининград не хотелось заезжать никак. Нельзя было заехать. А нынче точно так же никак. Но Бог удар за ударом и нас загоняет к Калининграду. К Калининграду. От него тогда уже проехать в Венсполс. И в Венсполсе тут, я думаю, тот дом там двухэтажный. Квартиру ту найти. Михаил и Анна Матвеевна Еремеева. Михаил Александрович, они уже отошли, умерли. Может быть, даже на кладбище бы съездил. Тут наш порт был припиской. И этот дом, половица, где я склонился, первый раз сознательно помолился Богу. Я никуда не уходил. Это 50-ники были. 50-ники, баптисты объединены тогда были вместе. Вот тут я впервые получил Новый Завет в руки. Потом мне подарили Евангелие от Иоанна Матфея. Я родным, близким сразу все стал писать. Чемоданы, наверное, списал на корабле еще работаю. Всем написал. Ну, конечно, переживший это, я думал, что каждый сейчас примет. Но приняла тогда только одна сестра и брат у меня. А потом остальные пришли, которые... И потом мама пришла. Отец до конца кое-как перед смертью только там обратился. И вызвали священника. Исповедовался Тихон Дмитриевич. Но, ну, Господь так сделал. Посмотри, какой кораблик плывет маленький. Так, мы тогда сходили, когда... Зайди сюда, покажи, какой лес. Летят чайки. И вот если все так будет, и нас утащат сейчас, пересечим границу литовскую, и обратно, если мы машину отремонтируем, Господь позволит. А не отремонтирует, значит, дальше пока мы загадывать не будем. Не знаем, что будет, как. Но уже на российской территории мы будем. Тут как угодно легче будет. Вот. Ну и... Дальше уже дело покажет. Вот. Если мы поедем дальше, тут заедем обязательно в Венспилс. Ну, а дальше Эстония, через Эстонию мы можем выйти. А с объявления будут давать? Давайте. Все тогда пока. Нам не надо говорить, да? Нет, вы можете говорить про... Тут подошел регистратор и сказал, что тут будет объявление, вот, которое вчера с нами говорили. Вот как раз показывает их Виктор. И вот уже в гамань в это уходим. Посмотри, как лошадка бежит, запряженная. На той стороне приблизь. Стоят корабли, или то, что я не знаю, на постаменте стоят. Видимо, отслужили. Может быть, у них тут как музей. Музей. Так, чтобы люди могли видеть, как. Вот. Балтика для меня родная стихия. Тут я учился на штурмана. Дальнего плавания, конечно, со знанием языков тогда было затруднительно. А мне Бог давал это. Я английский, немецкий, французский, испанский занимался. Вот. Ну, просто любил. А так как я не пил, не курил, я тогда добивался разрешения сдать три курса за год по выбору комиссии на немецком, английском или французском. Вот. Это Балтика. Я очень любил море. И заходя в город, у меня как-то улицы, тем более такие узкие улочки, у литовцев, в Клопедии мы были, и в Латвии, как-то стесняло все. А море, я даже никогда не знал, выросши в степях и так полюбить море. Ну, я служил в морфлоте и в армии. Ну, как-то Бог так сделал. Это Бог меня вел такими путями туда, где я могу обратиться. Меня остановить было очень сложно. Говорят, ты к Богу там пришел, трудно было. У меня, наоборот, отличное здоровье, деньги все. Но я не был увлечен тем, чем мои сверстники были. Ну, что там у них? Гулянки, девки. У меня ничего этого не было. Бог спас меня от этого греха. И поэтому разум был чистый. Главное пожирание – это блуд, что пожирает человека. Смотри, сколько кораблей стоит на этом, на постаментах. Вон они туда, отсюда, покажи еще. Вот. И Бог меня сюда привел. Как интересно. Я любил бабушек. Он через бабушке, который помог сумки нести, ну, 23 года мне было. Он завел меня в баптистский молитвенный дом. Подошел ко мне один там и говорит, вы понимаете, что тут говорят? Я говорю, нет, я не понимаю. А раз говорит по-латыскому, как не понимаете? Вы же по-латышски говорите. Я говорю, я не понимаю смысла. Смысла слов этих. Тогда он говорит, а вот через дверь отдельно. Говорит, тут русское баптистское собрание. Он меня туда толкнул. Я оказался и по-русски не понимаю. А у них блаженный нищий духом, другое вышито было зеленой ниткой мулины, на белой простыне, и впереди, как иконостас было. Считай где-то. Ну, я посидел маленько. Ну, говорят, непонятно. У меня билет в карманы, в кино-то. Я перешагнул, они склонились молиться. Говорят, молитва, вот никуда. Человек с молитвой встал и в дверях меня догнал. Кто такой? Ну, я сказал, о, Бог любит рыбаков. Хотя я служил в техническом флоте. Здесь и, ну, пригласил к себе. Но я не в этот раз пришел, а, кажется, на следующий день. Я потом так подсчитал, попадает на 27-е. Если бы сказали, это не точно 27-е сентября, а 28-е, может быть и так. Но я по документам, по трудовой, по учебе, по всему, по всему. Дневники у меня сожженные были в КГБ. Меня неоднократно арестовывали. И записи пропали где-то. Ну, подсчитал, получилось 27-го. И так я теперь везде и повторяю. Хотя намертво, под страхом смерти, я бы сказал, может быть и 28-го. Ну, вот так вот держу. И он пригласил к себе. Я к ним пришел, это Михаил и Анна Еремеева. Вот. Они оба небольшого роста, ну, может быть, метр шестьдесят. Они оба черненькие такие. А только что тучи над Борском, против пятидесятников было. Какие они там жертву приносят. Я захожу, у них дверь сама по себе открывалась, она сразу на ключ. Я думаю, вот так. А я один, а тут двое они. И он приглашает вперед из кухни-то. А я сразу присмотрел табуретку. Думаю, в случае чего эта табуретка, это шарах, но я много спортом занимался-то. Вышу бы окно, в окно выпрыгну. А он дверь-то замкнул на ключ-то. В двери ясно, что не выломится, хоть я и сильный был. Вот понимаете, как все одно к одному-то. Ну, и они мне дали Евангелие посчитать, Новый Завет. А я сел считать. Рождество Иисуса Христа было так. Авраам родился. Какая-то написана. Мужик мужика родил. Так не бывает. Вот это я уже знал. А когда дальше 18-й стих, так было, что прежде нежели сочетались они, о, тут я скорее за выписку. Выписку у меня с собой, кажется, всегда была бумага, карандаши. Я везде искал все, что про Бога. Только из атеистической литературы находил. Тогда был отступником Осипов Александр Александрович, профессор духовной семинарии Академии Ленинграда. И я вот две брошюрки брал. С одной стороны, с другой. И вырезал, и тогда божественно склеивал. Он не знал, что такое цифры. А он, это глава стих, на это он опирался. А я не знал. Но я видел, что он не может опровергнуть эти слова, которые он берет в кавычки по цифрам. И когда они меня оставили, а сами на кухне они там, я в это время уже пятую главу читаю, когда они зашли. Ну как? Я говорю, эта книжка очень интересная. Они говорят, это не книжка. Это книга жизни. А для меня эти слова ничего не значили. Но я говорю, тут все божественное. Тут выписывать-то не... Я охота хотел сказать, приду еще повыписывать с нее. И они стали мне говорить, давайте помолимся. Ну они-то на колени. Ну а я поклонами. Достойная есть всякого истину. Богородицу. А они-то при бурном ветре, как 50-нице день, 50-нице заговорили на иных языках-то. Вот я любил языки и любил бабушек. И эти два пункта сошлись. Бог поймал меня уже на бабушках, что я их в сумке помочь вызвался, подскочил. А теперь языки. Они слышат, я кланяюсь-то где-то, помолились. Они думают, ветер это, а Духа Святого. А я кланяюсь. Ну вначале говорят, ладно, пусть хоть так молятся. Потом они меня спрашивают, ты сам-то своими словами-то хочешь помолиться-то? У Бога попросить чего-то? А чего Бога просить-то? Я молитвы читаю, я знаю, и мне ничего не надо от Бога. У меня все, достатки. Вот понимаете, какое? Ну что-то. Он говорит, вот смотри. И открыли они 50-ники. Вторая глава Деяния апостола, для них главная. Они говорят, вот они стали говорить на иных языках. А я говорю, как? Говорили, да сразу. Я знал, что я по-латышски за 3,5 месяца научился говорить. Но чтоб сразу? Этого невозможно. Тем более, я еще и речи не слышал. Нет, говорит, они заговорили сразу. Вы в это не верите? Конечно, не верю. Как я могу верить? Ну ладно, тогда эту страницу. Он говорит, давайте вырвем. Да не надо вырывать-то. Я почитаю дальше. А другой, говорит, не верит вот в это. Что там исцеленный был, хромой Петр. Вырывает это. А вот здесь было такое не верить. У нас же одни корочки останутся. Логично. Так что ты хотел бы помолиться-то? Стали на колени. Я понял, у меня нет веры. Нет веры в то, что здесь написано. И я тогда сказал, Господи, а Бога-то я знаю с детских лет, я избранником, я чувствовал себя это. У меня нет веры. И я стал просить, Господи, дай мне веры. Три слова. Это вся моя молитва. И вот в этот момент, что произошло со мной, как вот, когда бывает, идет где-то турист, долго, тяжелый рюкзак несет. И когда его снимают, ты как-то вот так немножко даже качнешься. Мне показалось, я качнулся. Я сказал, Господи, прости меня. Я не верил в это. У меня мысли сразу, это Божья книга. И вот как будто бы по углам, а у них одна комната и кухня была. Я не слышал ничего, но как эхо. Верю, верю, верю. Вот 52 года у меня в ушах это звучит. Я встал, я посмотрел, сразу же взглянул на самого себя, как со стороны. Это не я. Там мертвый человек остался, здесь стал живой. В это время я учусь. Вышую математику за полторы недели годовую сдал. Ну, то есть у меня настолько все успешно идет. Это все везде отлично. И вдруг я увидел, я мертвый, я погибший, я никому не нужный. Я знал всегда с детства, что я умру. Я всегда знал, что есть рай и ад от мамы. Но я знал, что я буду в аду. Ад для меня. Я грешник. А святые, это святые. И чему я хотел научиться? Молиться за единого умершего. По оттяте, отец Тихона Дмитриевича Милетрия или мама Марии Егоровны. Я помолюсь за них. А что я буду в аду и буду гореть? Лисовая книга говорит там подвешенная за язык. Но я не до матерка не сказал. Для меня другое было что-то там в картинках. Я это реально представлял. И всегда думал, зачем я родился. Я буду всегда, вечно мучиться в огне. Даже всю вселенную по молекулам разложить. И будет конец. А мучениям нет конца. Мука вечная. Это так страшило. И это удерживало от греха, от блуда, от скверных слов, от воровства. Я не курил. Выпивать выпивал иногда. Допустим, один день я назначал себе 5 мая или что-то. С чего ради так просто дурью маялся. И вот здесь Бог мне открылся. И вернувшись на Лоцманском, ну там маленький кораблик, подплывает, который нас убодит, катерок. И я только щелез в фальшборд, это борт такой дырявый, перешагнул. Первому матросу сказал, мы живем неправильно. Христос умер за нас. Я понял, что Христос умер за меня, пролил свою причистую кровь лично за меня. Это лично мой Спаситель. Не просто, Господи, прости и все. Посмотри, какой плывет катерок. Вот такой вот у нас. Он только белого цвета был, точно такой же. Он набирает, сколько на берег сходит. И туда свезет на берег. А потом мы знаем, в какое время он придет за нами. И мы на рейде стояли здесь. И вот здесь у меня произошло рождение свыше. Я получил от Бога то, что многие знать не знают. Я понял, нужно быть. Дальше, мне внутренний голос. Быть Вадимом Духом Божьим. Получить крещение Духом Святым. Не в языках, как у Песятьков понимает. Это полная, абсолютная отдача Богу. Я это потом нашел у Серафима Саровского. «Стяжание Духа Святого». Этому я посвятил 52 года. Я отвлекусь сейчас, и мы идем. Мне Бог дал талант, считаю, любить море. Я считаю талантом. И как только мы заходили в канал, если будем велосипеды, покажу. Я не на вахте, меня сразу вызывали на вахту. Корабль нужно чувствовать. Это не машина. На машине как повернул, и ту же секунду повернул вправо. Здесь нет. Это махина громадная. И она то ли на волне качнулась, то ли он поворачивается. Другой начинает, чуть не в берег уткнется. На другую ложит Бог. Он вот так вот идет зигзагом. У меня, как бывает, льдом покрыто иногда было. Был начальник каравана судов Задорнов. Идет, или Задорин. Он обернется. Она идет, как прорезанная, тонкая корочка льда, когда он говорит, ну вот знаю, Лапкин за штурвалом стоит. Приятно было это слышать. И вот Господь через то, что я любил языки, Он меня и обратил. Они заговорили сразу. Без всякой учебы. Я понял, мои языки Богу не нужны. Я бросил и 52 года к языкам не прикасался. Хотя в Америке вот был, недели через полторы практически я уже с американцами разговаривал. А у немцев я в собрании выступал, говорил, пропади, когда обратился на немецком языке. А теперь предложение не сварганишь. А был в Германии, вот у своей племянницы, она за немца вышла. Ну, приехали только. И маленько погодя, я уже гляжу, я его начал цеплять и слова всплывать вначале. Тоже чудо Божье. 52 года нигде не вспоминать, не разговаривать, и вдруг начинает проявляться. И здесь вот сейчас на английском языке с кем-то встречался, у меня все больше и больше в речи появляется. Я уже минуты три могу с ними захватить. И вот если Господь нас благословит, это будет последняя моя прощальная песня. Больше я не поеду никуда. Ну, только вблизи, там где-то до Москвы. Это наше путешествие по Европе. Мы от Владивостока находки, прошли до Лиссабона, Португалия. И в каждой библиотеке, это примерно 450 библиотек, подарили наши книги. В каждую, ну, по 750 евро полный комплект. Ну, умножить на 450. Смотрите, что получается. Мы только за два года подарили на 7 миллионов 150 тысяч. И вот Бог дал мне радость. Обычно, ну, моя книга, я отдаю даром. А у меня радость. И радость это внутренняя такая. Ну, представьте, я 50 лет интеллект тратил. Я учился и учился. Ничем больше. То есть я работал и учился. Учился из святых отцов, изучал каноны, составлял симфонии для облегчения. То есть это громадный труд. Посмотрел я по времени. Это на 10 университетов хватит. Сколько я занимался. Я ничем не связан. Физическая работа и все время напряженная мысль. 9 лет провел за компьютером. Набор делал, верстку. Вначале помогал судников и романах отец Нафанаил. А дальше сам все это делал. И дальше в фотошопе работал. Там все это указано где. И это я все отдаю даром. Почему? Я вижу. И люди сообщают через книги. Они находят Бога. Вот это, которое здесь нам помогало, где мы остановились, Надежда. И она уже вчера смс прислала. Что она написала? Сейчас сразу не помню. Но благодарила и читает первый том. Вот так. Нового Завета. Да, наверное, Нового Завета. Нового Завета. Видите как? Книги работают. Обращаются люди. Познают истину. Вот. И поэтому мы отдаем. А те, что переиздано только пять книг было. А издать практически невозможно. Такие цены подняли. За год в три раза увеличилась стоимость типографских услуг. Ну и все на этом. Я 9 лет издавал. 9 лет 38 томов. Каждый том по 752 страницы. В каждой книге 64 страницы цветных фотографий. Ну действительно. Эти книги мои видели в библиотеке у Путина Владимира Владимировича. Президента России. А не у патриарха Кирилла. И у президентов разных стран. Я получил благодарность даже от Лукашенко за книги. От Рамзана Кадырова. Где мы были в Чечне. В прошлом году 6 мусульманских республик прошли. Вот нынче опять. Вот видите. Сколько у нас всего. И это из-за того, что Бог меня в Венсполсе нашел. Он нашел меня. Я его полюбил. И все дело это только по моей любви к Господу. Я его так люблю. Это мой Бог сотворил облака. Березы везде растут. Это похожая природа. Созна. Это все полюби. И то, что Бог научил вот эту громадину состроить. Привезти. Как вчера идут фуры здесь. Я не знаю. Ну, 50, наверное, я только видел. Фуры огромные. Там 6-7 осные осей у них. А тут мелочи. Сколько машин. Знаете, даже ни за что не считается. И наша тут парализованная тоже. Вот. Где-то наш там ураган привязанный терпит. Как он обрадуется. Нас увидит. Маленечко. Пройди сюда. На ту сторону посмотрим. За мной успевай зайти. Вот мы на левую сторону переходим. Вот, посмотри. Здесь столовая, видимо. Ну, для обслуги. Я не знаю, для кого тут. Но мы не ходили никуда. Вот. Везде экзит. Экзит – это пятая палуба. Здесь мы подойдем сейчас к левому борту. Вот видно город. Вот люди уже выходят. Могли бы открыть. Давай маленько выйдем сюда. У-у-у, ветер сильный. Да ну и что, Витя? Ну, микрофон рядом здесь. Посмотри, как здесь. Вот, вон там какой-то кораблик плывет. Погляди. Давай туда проходи, чтобы никому не мешать. Вот. Ну, портовый город – это непростой город. Пожалуйста. Мы идем вперед. Это не пристань движется. Мы движемся. Клайпеда дорогая. Вот мы тут стояли на ремонте в 63-м году. Так что Клайпеда для меня – это возвращение в мою юность. Вот здесь я был, когда обратился. С чем запомнил? В Клайпеде я впервые встретил блаженного феофилакта. Толкование. С одним пожилым человеком. Ну, какой пожилой? Может, 50 лет было. Он, помню, говорил, работает на стройке. На пятый разряд сдавал. Пригласил к себе домой. А у него две девушки. Ну, красивые. Просто мне это 23 года. Ясное дело, что другими глазами я смотрел на это. Я любил косы. И у них длинные такие косы до пояса. Обе русые такие. И они передо мной проходят. Ну, им лет там по 18 было. А он мне дал блаженного феофилакта. Я сижу, конспектирую. Ну, они зайдут, что-то спросят. Я никого не вижу. Я весь там был. Сейчас только, конечно, ну, 52 года назад. Это уже бабушки где-то. Ну, сам на себя со стороны смотрю и думаю, вот, это Бог так дает. Я ничего не видел. Я с ними даже словом не обмолвился. Я уткнулся и конспектировал до 24 главы Евангелия от Матфея. И потом только года через два, или через сколько, полтора, я в Новосибирске встречу блаженного феофилакта четыре Евангелия. И второе это послание. И потом я сколько законспектировал, отпечатал. По этим буду вести занятия в разных университетах всюду. И потом, потом сам издам. Но уже издам, я говорю, по восьми параметрам лучше самого лучшего. Во-первых, снабдим иллюстрациями Густава Доре 230. Это полная иллюстрация. Лучший иллюстратор Библии за все время. И мы его раскрасим в компьютерной версии. Вот трехтом их получится. Притом феофилакта только кончается посланием к евреям. А у нас будет и толкование на откровение, которое собрал из всех святых отцов. Отец Геннадий Фаст, который обратился в моем доме. Менонит. Я считаю это лучшее, что по откровению, по апокалипсису можно найти. Это 430 страниц в третьем томе. По всем святым отцам. Моего толкования нет. Но, так как феофилакт много времени указывает о том, что необходимо изучать Библию, необходимо проповедовать, я эти места делаю жирными, большими буквами. И даю комментарии. 297 комментариев. Разбил точно. А у них там Папаремием, кажется, или Перекопа Аммония. Такая разбивка текста. Я сделал точно по главам и стихам. Такого тоже. Ну, где-то издавали, но не видно. Просто, если кто не видел, зайдите на интернет. К истине один народ.ру. Или просто сайт Игнатий Лапкин. И вы там найдете все эти книги. Я сегодня смело утверждаю, за 2000 лет полном толковании, чтобы в одном издании с откровением не было издания ни в Западной, ни в Восточной Церкви. Это наше. Господь все делает оригинально. И вот эти книги мы везде дарили. Где были, сейчас подарили. Уже она ее считает. И вчера уже благодарность прислала. Та, которая, Надежда, дала совет ехать в Клайпеду. Ну, тут должны нас где-то ожидать. Вон там еще корабли. Вон тот похожий на нас стоял. Черноморский называется. Мы расчищали русло здесь. Нам платили гробовые. Русло расчищали здесь. Засасывала вся эта пульпа огромная. Набирала, вывозили в море, вывалили, возвращались. Ну, а я учился, вышел на международную. Дальше ушел. Но Бог остановил вовремя. И вот сейчас, сегодня мы здесь, вот эта Балтийская вода. Конечно, вода-то Балтийского моря. Вот, Финский залив. 14 часов позади. Это не Финский залив. А что это? Это Клайпеда. Это не Финский залив. Уже дальше. А что тут так и называется? Ну, я не знаю, как называть финский залив. Ну, я смотрел на... Сейчас вот по карте посмотрим. Ну, надо посмотреть. Ну, с Балтийкой связано. Балтика. Это Балтийка. Вплотную еще ближе тогда к Балтике. Там-то тогда думали бы мы к этой... Наталин из Хельсинки-то. Там Финский залив. Ну, значит, неправильно сказал. Вот видите, гружойный контейнер-воз какой-то идет на встречу. Вот по таким каналам. Ну, это широкий канал. А там у нас был... Венспелси. Узкий-то. По узкому вести это... Ну, просто непросто. Вот. Где мы находимся сейчас? Сейчас еще пока немножко расскажу о нашем пути. Вот мы едем. Незваные, нежданные, незнакомые. И вот мы по России проехали сколько... Вот сейчас, если наладится машина, мы еще должны пройти примерно еще 110 городов и сел. 110. Раз остановиться, войти в здание библиотеки. Здравствуйте. Я ваша теща. Никто нас не знает. У меня задача вызвать доверие к себе, что я именно тот. И вызвать доверие к книгам. И потом они подписывают документы, что они будут хранить, и книги будут работать. Отдавать будут. Их сохранят. И вот таких у меня документов очень много. От президентов даже... Я хочу сказать, президентов этих библиотек стран мира до Лиссабона. Мы прошли, повторяю, от находки, от Владивостока и от юга до самого юга России. И нынче в Турции даже прошли. Ну, а дальше и Греция, и все. И сейчас вот думаю, если благополучно будет идти в Мурманск, Баренцево море, по северу. Даем только книги. И встречаемся с людьми, и беседуем. Бывает библиотекарь срочно собирает, или даже откуда-то приезжает им. Это мне нужно вложить все минимум в 20 минут. И мы сразу же срываемся и уходим дальше. Каждый день в среднем мы должны посетить 5 мест, 5 районов. Ну, вообразите, какая-то. Где мы ночуем, в каких лесополосах мы, но если большие расстояния, от какого пункта, мы оставляем их на ночь. Вот, когда мы были во Владивосток, ездили, у нас всегда отбой был в 10, подъем в 2 утра, в 2 ночи. И мы 13 дней шли туда, обратно, каждый день в среднем 1030 километров. И на этой вот русской машине, газели грузопассажирской, 783 ТТР, вот, проехали. Да, эта машина ломается. Ну, ломается все, и ломаются, и корабли отказывают, и зарубежные. Я даже уже сравнение сделал. Американская НАСА, космическая программа. Два раза, как Челленджер, потеряли по 7 человек. И русские теряли. 100% гарантии, никакая техника, ни иномарка, никто не дает. И в аварии, и везде забиты, там по 80 машин. Вот в этой площадке были 80 машин стоят. Да, они списанные, не только списанные. Отказывают. Иначе зачем бы в моторе у них копались? А некоторые наши думают, что вот гарантия, мы зарубежные, иномарка, и тогда ничего бы не было. Не так. Это от Бога зависит. 104 километра наша газель прошла. Фактически ремонта-то никакого не было. Ну, там... 104 тысячи. 104 тысячи, да? 104 тысячи, Виктор Николаевич Савченко подсказывает мне. И вот мы идем, смотрите, это портальные краны стоят. Корабли вперед там погляжи. Кто-то там на лодочке, маяки. Это для меня юность моя. Юность моя, ты гори, не сгорай. Юность моя, ты друзей собирай. Я скажу, выбирай. Вот когда поет она, даже не назову Тамара, кажется, грузинка одна, очень нравится. Она вся вкладывается. Она превращается в сплошной голос. Юность моя, ты гори, не сгорай. Это во Христе. Гори, огонь, гори. Всегда гори. Воспламеняй с тобой холодные сердца. И вот это вот мы стараемся сделать. Потому что у меня как-то все соединяется с божественным. Есть такая песня «Подумать страшно мне теперь, когда б не ту открыл ты дверь, не той бы улицей прошел, меня не встретил, не нашел». Это женский голос поет о ее любимом, который вовремя пришел я. Я пою эту песню. И «Подумать страшно мне теперь, когда б не ту открыл я дверь, не той бы улицы прошел, Христа не встретил, не нашел». Карл Розенберга, 18-4, город Венспас. Это небо для меня открылось. Я прошел бескомпромиссно. Неоднократно был арестован. Прошел по пяти тюрьмам за слово Божие. Был в этом лагере, который называют лагерем смерти. Трудно было выйти оттуда. И это все начало имеет город Венспас. А здесь мы были на ремонте. Вот мы все подходим, приближаемся. Видим, вон вверху там уже пассажиры. Мы тоже могли бы зайти где-то. Нам нужны, никакой нет. Там выше залазить-то. Это вот будет уже пятая палуба, дальше шестая. Шестая, там тоже каюты. И вот видно, какая глубина. Один раз мы когда переплывали в Клайпеду и сбились, потому что была буря. Это страшно вспоминать даже. Кто на море в бурю не бывал, тот горе не видал-то. И когда немного утихло, мы в нем спросили, там катер шел, отмаячили. Я флажками разговаривал. Где мы находимся? Прибор сломался? Сломался. А это компас, компас называется так, и аксиометр. Двумя приборами надо, чтобы стрелки совпадали. Никогда в жизни я не хотел так спать, как тогда. Вот особенно с двух до четырех ночью. Рядом почему-то у нас в капитанской рубке лежали эти канаты. И вот упал бы на них и, кажется, все отдал. Десять вахт отстоял бы. Стоишь долго, глаза сомкнуть нельзя. И в это время качка, такая громадная качка. Волны там высотой, может, 8-10 метров. Даже в рубку у нас бьют. А уж байкерскую рубку там сзади полосы заливают. Вот, к слову сказать, на меня первое покушение после готовилось, убить меня собирались. Именно здесь. Боцман Володя с Одессы. Но жена капитана в это время зашла. Я сидел, занимался в байкерской сзади, за рубкой. Она запасная. Если тут откажет все, то с обратной стороны можно руководить там. И убийство у меня не состоялось. А в этот самый день там один брат латыш, он неоднократно сидел за слово Божие, пришел к Еремеевым. Керемеевым. И говорит, а где ваш братик этот молодой? Вот. Они говорят, да где он? В море? Он говорит, мое сердце так забеспокоилось. Я пришел, а где-то жил на другом конце города, венспался. Давайте о нем помолимся. Это был момент, потом я соединил. Когда меня готовились убить они. Убить и все. Но когда я уже внезапно стал увольняться, в это время, этот самый, там есть такая боцманская небольшая каютка, ну где там всякие инструменты такие лажные. Он, Володя, меня завел и стал мне говорить, прости меня. Я говорю, а за что? А сам небольшого роста, коренастый такой. Да мы же готовились убить тебя. Я говорю, а с кем за что? Не с кем, за то, что ты верующий. Ну а что я верующий? Не так что-то делал? Да нет. У меня отец был проводником. Я был хулиган, и бабка жаловалась на меня. Верующая была. Отец меня порол этим ремнем офицерским, портупеей. И я сказал, вырасту, и я всем верующим буду мстить. И сам прослезился. А меня в это время, ну как, сел на лоцманский вот этот катерок, и тебя увозят, и на этом закончилось все. Это 38 книг. А 38? Это 38 томов я написал. 38. Спасибо. Это все. Так, книги, которые видели в библиотеке у Путина. Это не просто книги. Каждая книга, это как энциклопедия. Это Бог мне дал, и я выдам. Отдельная книга, мусульманство. Разбирается суры и аяты, весь Коран. И что за 1300 лет сказано, и как прийти к миру. Я работаю, я практик. Если, допустим, об евреях, это полностью толмут, три тома. И 3600 лет, что об евреях было сказано, и как нам прийти к миру. Это книги мира и любви. Все, что я вас... Спасибо. Бог. Храни вас, Господь. Вот у нас машина полностью вышла из строя, мотор сел. Вы видели газель вообще. И вас сейчас? Сейчас потащат нас волоком в Калининград. Нигде здесь не могут отремонтироваться. В Литве не могут отремонтировать газель? В Калининграде? В Калининграде самолет? 104 тысячи. А, а что? В двигателе нет? Как там же двигатель что-то здесь, в сервисе показали, двигатель полностью вышел. Но в Калининграде нас знакомы есть, здесь сейчас присылают навигаторы. Пока нас тут дотащили до этого, мы больше тысячи не разгладили. А у нас расчет только до дома доехать. Мы сейчас ослевываю, направили, мы еще по северу, даже 110 городов посетить. Мы для России, где-то, для людей, чтобы... Чтобы люди познали Христа, жили для Бога. Так жить, что только дай, дай, нельзя. Вот я песню, открою, года назад обратился в Ленск, и отдал все. И после этого меня садили, я в тюрьму прошел по слову более 50 лет. Для меня это все в радость, это моя жизнь. И мы видим плоды, в тюрьме как люди каялись, обращались, и не страдались. Вы это все найдете, там 1700 роликов про нас. Там сняты фильмы, один занял первое место на международном киноконкурсе, второй первое место в России. Это о том, что мы делали. Это в Ютубе, да? В Ютубе, и в Ютубе найдете... Здесь там написано, где здесь все. Вы только в Майл.ру в октябре выйдите на меня, Игнатий Латкин, там выйдете везде. Принаписано, да найдете. Ну, найдете. Если вы забудете... Вот Игнатий Латкин, два слова напомнили. Слайд Игнатий Латкин, рекорду, Игнатий Латкин, и все откроется. О чем бы он ни сказали, про Украину там один... На Украине был Николай Леонов, чемпион мира по фитбоксингу. И мы с ним... Я ему говорю, ты так будешь делать, товарища, ты не дожерешься, тебя убьют. Его убьют. В 61-м году. А вот все много опорчен. Владимир Айтиков, и дети составили ролик, я ему говорю, тебя убьют. Игнатий Латкин, пророческие слова. Сегодня. У меня немножко попорченное лицо. Порт Клайпеда, Литва. Были мы целую ночь, 13 часов. Мы сейчас находимся на третьей, кажется, палубе, где наша вот эта газель. Поломанная газель, ее будет буксировать. Вот антроз брат Николай приготовил. Ну а здесь сейчас уже выезжают машины, вон там вдали. Поехали. Легковые. Потом, наверное, грузовые будут выезжать. Так, а где же наш брат Игнать Тихонович? Со своим четвероногим питомцем. А вот они, они где гуляют. Ураган ночевал здесь, а? Да, в туалет не идет. Ну вот, он никак, говорит, в туалет не идет. Ну где ему тут ходить? Тут кустиков нет. Он умная собака, чемпион России. Вот так вот. Вот она, наша газелька сломанная. А вот стоят большие фуры. А там дальше машины уже начали выходить. Маленько пройдем туда. Да, сегодня 26 июня 2014 год. Вот уже люди сидят в машинах, приготовились к выезду. Вот они выезжают машины. Поехали. Вот этот ряд, где наша газель стоит и лежает. Вот скоро нашу газельку потянут. Брат, готовый трос. А выехали уже легковые автомобили. И выезжают фуры. Вот сейчас нас будут буксировать на машине. Добрый самарянин нашелся. Он литовец? Да. Литовец, нет? С акцентом разговаривает. Подошел, неоднократно подходил к нам. Получается так. Снимание, выключай. И езжает все время, когда поедут и сделают. Немножко большой этот клиник привязать. Мы можем покороче сделать. Нам надо быть вместе, как Ленинград. Не вылазить никуда. Вот съезжаем с кораблями по трапу. Все. К Лайпиду, принимай нас. Там сколько чаяк вдали. Пуча целая. Все вокруг сна. Пока с тем человеком не встретимся. Там все интересно будет потом вспоминать и благословлять Бога. Это ванной наш законный человек. Буксирует из порта нас. Дальше. А позвонил уже человек с эвакуатора. Аронос. Имя его. Дали имя по смс. Он ждет уже. Везде у Бога добрые люди. Везде. Знать не знаем. Разной веры. Разной национальности. И просто неверующие. Да. И подходят сами. Спрашивают, как, что. Желают блага. А вилках визитки-то брали здесь. Подходили. Мы ваш разговор подслушали. Хотели бы книги ваши иметь. Совершенно незнакомые люди. Я тут интервью давал. Ну, о том, как мы едем-то. И подошел один человек. Говорит, я вот перевернулся с машиной. Или что-то там. У него какая-то рана. И там около него еще несколько русских. Там разные. Ну, по-русски говорят. И сразу одновременно просто сколько дали. Эвакуатор сюда не мог заехать. Нет. Значит, тут его и ждать не надо. Вот этот человек вчера подошел. Как Господь насылает-то? Такие дивные дела Божьи. А вот это повешайте в сумку. Сумку, сумку повешайте. Вот она, повеса. Спасибо, Христос. Не надо туда положить? Нет, это приготовил я. Уже кончается здесь заряд. Ну-ну. То, чтобы не упал поближе. Положи сюда. Не суетится. Снимай все. Какая-то лодочка там. Это все еще территория порта. Да, территория порта. Смотри, чтобы его не стукли. Залив. Ну, так назовем. Клайпидский. Не знаю название. Безусловно. Клайпида. Большой порт. Раньше был порт в СССР. А это уже за территорией будет. Смотри. Смотри. Сейчас вот какой-то проверок. Паспорта могут проверять. Так, что проверка паспортов, наверное. Проверка паспортов. Дальше буксирует нас. Наши паспорта не потребовались. Пока нет. Слава Богу. Вот он. Где он нас оставит? Так бы он нанялся у нас. А вот это что здесь такое? Посмотрите. Да, да. Как подводные лодки. Ну да. Какие-то... Подсохли. Огромные цистерны, что ли? Что-то непонятно. А где-то сказал его? Он нас встретит. Эвакуатор. За территорией порта. Что-то он нас найдет. Тут нет. Может быть, от паспорта мы прилагаем. А тут далеко-то увезет их. Он и не найдет нас. Игнатий Тихонович, все найдут все. Все нормально будет. Поксировка продолжается. Эвакуатор где-то уже в Клайпеле. Пока мы не знаем где. Ну, телефон есть этого человека. И мой телефон есть. Это все припортовое здесь, так сказать, строение. Дальше продолжаем миксировку. Вот это все порт. Вон вдали видны краны. Большие контейнера. Огромные. Только выезжаем из порта. Я работал тут с братом Иосифом. На базе нефтеперевалочной. В Клайпеде, да? Нет, это в Венсплсе. И туда приходили танкера. Вот какая техника безопасности. Я больше не видал нигде. На сапогах, чтобы ни одной подковы не было. Лопаты все должны быть там луженые. Какие тренировки шли. Там тонна нефти выливает. Страншеи нефти, бензина. И потом как чушить. Выехали, что ли? Я думаю, что надо бы остановиться. Он нас трудно будет искать. Далеко это. Вот мы его проехали. Он нас не увидал. Посоветуем остановиться. Не мог он здесь нас ждать. Это однозначно. Ему дать знать как-то надо бы теперь. Увезет за бугор. Там вообще у нас не дойдет. Останови его. Все будет как надо. Как оно надо? Да не надо это. Не слушайся. Березки такие же растут, как в Сибири. Что-то я и накормил собаку. Да, что-то куда-то мы выехали. Впереди город Клайпида. Друга этажные дома. Ну и все получилось. У нас и себе домой тащит, наверное. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА И вот они предупредили. Почему я говорил? Говорили? Да. Вот теперь где нас искать будут? Интересно. Игнатий, бу-бу. А вот теперь и бу-бу. Еще не слушаю. Как бы договорились, тогда бы дело другое. Давай мыши. 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 Так, ну это где-то парковка за городом. Парковка за городом. Парковка за городом. Там не оставил я за городом сюда. Ставил, чтобы маму легче приехать. Это если что. Так он приехал уже. Где порт по самому? Где? Который порт они хотели? Ну, где машины подходят куда? А, я вас туда не буду вести. Позвони, сейчас пускай привезут к ТО. Это статуэл, да, называется? Да.